Привет! Вы наверняка заметили, что на моём канале стало очень мало влогов. Вернее, их сказать вообще не стало, потому что фронтальная камера моего телефона буквально умирает, и я не могу позволить себе выкладывать видео такого качества. Но от влогов отказываться совсем не хочется, потому что, мне кажется, в этом есть динамика и правда. Сейчас я уже, можно сказать, третью неделю на больничном с небольшим перерывом. Я выходила на работу, болеют дети, всё это, в принципе, прозаично, не то чтобы очень интересно. А сейчас, опять же, по делам работы я иду на Belarusian Fashion Week. Прикиньте, я буду там в качестве фотографа, что очень странно для меня, но партия сказала, мы сказали да. В общем, идём со мной. Я сейчас, как никогда, понимаю, насколько больше мне хочется живых, динамичных видео. Конечно, тематические, красивые, качественные видосы — это круто, это, да, красиво. Но всё-таки эмоция, движение — это влоги, и я их просто обожаю. Мечтаю о том, когда у меня появится хорошая, просто человеческая камера, чтобы я могла это делать, общаться с вами. И в этом было больше правды. Я всегда заправдаю справедливость и никогда не стану для вас что-то приукрашивать. И сегодня я, наконец-таки, вырвалась на улицу, и даже этот мокрый снег, дождь — не помеха моему хорошему настроению. За утро я успела сделать очень много, и предстоит ещё немало. У меня лежит одно видео, которое не смонтировано, и я за всю неделю даже не нашла времени, чтобы это сделать. Но мне нравится. Я учусь принимать и наслаждаться реальным. И это, по-моему, хорошо. Надеюсь, что сегодняшний день однозначно порадует меня красотой. И я поделюсь ею с вами. Но мне так приятно видеть показы белорусской шиты, вот где-то здесь в Германии, либо в Испании. Я посижу где-то в заведении. Это говорит о том, что наша работа, она вот очевидцами, это простыми людьми, они любит, это огромный масштаб. Это говорит о том, что она смешная. Спасибо всем, нашим всем, всем и всем. Всем рада. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Бренд Юрий Кот Сегодня у нас уже второй день. Я надеюсь, что сегодня будет поинтереснее, и пришла я сегодня уже попозже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, наконец-таки я могу с вами нормально поговорить. Я уже 10 раз всем повторила, что моя фронтальная камера умерла. Я не могу на нее нормально снимать, и не хочу снимать с дороги, там холодно, неуютно. Я не вижу, как я себя снимаю, потому что переворачиваю телефон, снимаю на обычную камеру. Снимать в Bell Expo тоже не вариант, там куча людей, все такие модные. Я не то чтобы вписываюсь во все этот стайл, и ко всему прочему, ну, мне неуютно, когда я переворачиваю телефон и понимаю, что люди, которые стоят вокруг меня, они видят, что происходит на экране, понимают, что я себя записываю, и я, естественно, смущаюсь. Если кто-то не понял, я снимаю и работаю как фотограф на этой неделе моды, как бы это странно не было, возможно, для вас, для меня это еще более странно. Но вот такая вот у меня сейчас работа, делаю то, что нужно делать, то, что требуется, то и выполняю, в принципе, у меня это получается. Смотрите, колечко, которое, может быть, кто-то видел в Инстаграме, пластиковое, от чего оно? Оно, наверное, от кетчупа или от чего-то такого. Оно у меня до сих пор на руке. Вот такая я бываю романтичная и сентиментальная, и мне кажется, это вообще очень круто, когда какие-то милые мимолетные моменты перерасчитают вот в такую, может быть, для кого-то дурость, а для меня прелесть. Так что у меня теперь два колечка от моего Леши. И сегодня, возможно, Леша доедет до меня, ну, по крайней мере, мы так планируем. Он сейчас с нашей машины проходит ТО, и потом я поеду сейчас в Белэкспо, потом он приедет ко мне, и, наконец-таки, возможно, я буду там не одна, ну, в первый день я была не одна, а со своей коллегой, во второй день я была одна, и это было очень грустно, скучно, в общем, нет там больше, не встречаю я там много каких-то знакомых, и, честно говоря, со своим скромным фотоаппаратом чувствую себя очень неудобно, потому что люди, которые стоят рядом со мной с бейджем фото, у них офигенная техника, у них такие объективы, ну, вот знаете, как снимают, когда футбол, вот там даже есть такое, такая огромная супероптика, и я такая, ну, что-то у меня получается. Может быть, даже я в это видео для интереса вставлю пару кусочков именно того, какие фото я смогла сделать, потому что, ну, может, для вас это будет интересно, и мне самой интересно увидеть то качество, которое получается на полупрофессиональный фотоаппарат с абсолютно обычным объективом. В общем, мои впечатления от недели моды обычные, всё это, мне кажется, приедается, присыщается, ничего суперкрутого я там не вижу, хотя, как какой-то ивент, такое событие для разнообразия, ну, почему бы нет? Конечно, мне это нравится больше, нежели мне пришлось бы на стройке снимать. Поэтому, ребята, развлекаемся как можем. Сегодня я буду на показе от Mercedes-Benz, фэшн-шоу Mercedes-Benz, и, по-моему, Давыдова, или Давыдова, я не знаю, как там правильно читаются эти фамилии. Немодная я, в общем, фэшн-шоу из Not My Profession. Я безумно соскучилась по разговорным видео. Честно говоря, мне хочется вам рассказывать что угодно, у меня нет никаких рамок, гаранит, либо каких-то запрещенных тем. Сейчас, в общем, идёт уже жуткий автоп, но послушайте мне немножко. Нет у меня того, на что я не готова с вами разговаривать. Задавайте мне любые вопросы. Просто так получается, что мои родные, близкие, друзья мне в оффлайне выражают своё какое-то мнение о моих видео, что им нравится, не нравится, чтобы они хотели посмотреть. Мои более далёкие знакомые пишут мне, к примеру, в Инстаграме, в Фейсбуке, или что-то там посредством онлайн-связи выражают. Но в моих комментариях в Ютубе чаще всего тишь да гладь, но это не благодать для Ютуба. И поэтому, ребята, давайте вместе поработаем над тем, что я могу для вас снять. Потому что я с удовольствием вам поговорю. Да хотите вы про роды мои послушать? Окей, я расскажу вам про роды. Хотите про ремонт? Давайте про ремонт. Я не знаю, вы видите, какой у меня прям запал. Я очень хочу снимать. Я очень хочу говорить. Я понимаю, что тематические видео, как я уже говорила, это как бы прикольно, но это должно быть дозировано больше. Мне нравятся какие-то влоги, что-то живое, разговорное, настоящее. В этом есть правда. А правда в моем случае правит миром. И свою правду, свою реальность мы делаем сами. И вот я могу с вами, если вам это интересно, поделиться своей. Так что скоро будем переключаться. И уже увидимся с вами на Беларусь Fashion Week. Третий день. И что же там будет? Посмотрим! Подписывайтесь! я просила меня представлять себя здесь я это сделал с удовольствием выкроил часик в своем графике без просвета абсолютно я думал что будет поинтереснее я думал что будет лучше я думал что я вижу больше людей интересных может конечно я не прав но но так что касается показа какой-то витебской женщины очень своеобразной но модели мне повезло я скажу что есть сидел на такой высоте там за не разворачивались и глаза были прямо на моем уровне но из всего там десятка этих девушек женщин только одна на меня умудрилась посмотреть вот все стороны боже они на тебя не смотрели дело не мне а дело дело в том что они смотрели пространно это было как наркотики либо как как запрограммированные роботы в общем специальным органам стоит заинтересоваться что же здесь в общем да эмоции такие что я ожидал большего наверное просто я слишком мало видел как всегда вот такой вот придешь еще когда-нибудь если только позовешь наверно приду сам наверно не пошел бы ну а мне надо все спасибо мария мне проехать спасибо вы со мной ну что сегодня уже четвертый заключительный день беларусь fashion week и надеюсь что он будет красивее чем вчерашний потому что вы слышали лёшина мнение я могу сказать те два показа которые видела я но не провели на меня впечатление фэшна может это я безвкусно не знаю надеюсь что сегодня все будет за более захватывающе и красиво и кстати вы можете сейчас наблюдать как снимать моя фронтальная камера и напишите мне в комментариях насколько вам кажется это жизнеспособным вообще можно ли снимать на камеру с таким странным довольно размытым и не очень приятным качеством но по крайней мере такое мнение у меня пишите что думаете вы ну что вот и закончилась белорусская неделя моды последний показ как оказалось проходит в открытом пространстве вверх туда я решила уже не ехать потому что честно говоря нет ни сил ни настроения если бы мне хотелось тусоваться веселиться и что-то в этом духе возможно я бы туда бы и сподвиглась но нет совершенно не те сегодня у меня желаний поэтому продолжим вечер воскресенья уже кругу любимого мной мужа все пока был неплохо но можно гораздо лучше круто если вы досмотрели это видео я говорю вам огромное спасибо если это действительно так вы меня сейчас слышите посмотрели все что было до этого обозначьте как на себя поставьте лайк напишите в комментарии плюс 133 что угодно я вас люблю реально вы мой импульс хоть те 10 человек которые меня видят спасибо вам и до встречи я жду ваших тем для видео пока